Раз. Политическая харакирия. Поступил приказ на выход с зонтиками в руках. Оснований для распуска Рады нет. Юристы призвали Конституционный суд отреагировать. Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины, говорится в обращении. После провального голосования за отставку Гройсмана подозревают, что денег на досрочное может не найтись. То есть дело запахло керосином, импичментом и уголовной ответственностью за превышение собственных полномочий. Сейчас артиклю будут выкручивать руки, чтобы он отменил неконституционный указ о распуске парламента. И тогда все действия о начале регистрации кандидатов, финансовые затраты на избирательный процесс, подпадающими под действие статьи УК о попытке незаконного захвата власти. Шах-пианист. Мат будет в каментах, когда зюзики сообразят такие, что их кинули и начнут задавать те вопросы, очень похожие на Парахобоцкие, только с руганью и оскорблениями. Они иначе не умеют. 2. За валидолом. Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко к президенту Владимиру Залесскому из-за указа об увольнении его с должности. 3. Писалка феерическая. В ДБР зарегистрировали еще одну кляузу Портнова на Порошенко. Долбодятел не может никак понять, как так выходит, что его фантазии вызывают лютый ржач у следователей. 4. Вот про какой дефолт вещал Беня. Кругом пузыри риски. Что так встревожило Банк Московии. ЦБ Лаптении беспокоит сокращение доходов населения и при этом Росдолгов. Внешние угрозы можно было бы пережить, если бы были крепкие внутренние резервы, а их, увы, ах, нету. Теперь понятно, почему чухонские компании всю нефтяную выручку прячут на частных счетах на Западе. Скоро шваркнет праздничный фейерверк. Вице-президент Транснефти Сергей Андронов заявил, что очистка трубопровода «Дружба» от грязной нефти займет 6-8 месяцев. В дальнее зарубежье по нефтепроводу было доставлено около 3 миллионов тонн грязной нефти. Первый вице-премьер и министр финансов бензоколонки Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации Транснефти за грязную нефть в нефтепроводе «Дружба». Московия не должна платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти. Долг Московии перед покупателями нефти – около 3,5 миллиардов долларов. Московия платить категорически отказывается. Нечем. Дефолт? 5. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Невзирая на угрозу дефолта и падение курса гривны, какие-то странные инвесторы начали вкладываться в украинскую газодобычу. Укргаздобыча и канадская Vemirian Energy приняли совместное участие в четырех конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции в Украине. В случае победы они будут поровну инвестировать в разведку и разработку и делить прибыли. 6. Потемкинские деревни. Балалайка, Лапти, Буденовка и дерьмо вместо мозгов. Национаглист Лубянский обыкновенный. Высказывания Бориса Шефера по языковому закону и войне в Донбассе ориентированы на сторонников бывших регионалов и не отражают позицию главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь Нацроскорпуса Александр Алферов. Нацроскорпус Буев. 7. Беня. Суши сухари. Заявления адвоката президента США Рудольфа Джулиани и обвинения в адрес сына Джо Байдена не скажутся на поддержке США украинского народа. Волкер. 8. На съезде партии Европейская солидарность главой партии Европейская солидарность избран Петр Порошенко. Подробнее о партии и вообще что происходит смотрите в ролике канала Сила Порошенко справа громад плюс Европейская солидарность кто такие и чего хотят от Украины ссылка в описании. Кстати отпишитесь в комментариях имеет смысл делать ролики на тему всех этих новых полицей Лиле и Нуево. Мы больше никогда не повернемося до империи. Вильные украинцы больше никогда не будут рабами. Андрей Порубий. Петро Порошенко. Мы не идем в опозицию. Мы идем перемогать и брать владу. Удар идет вместе с партией ЕС общим списком, который будет создаваться на основе праймерис. Ну что, друзья, поздравляю. У нас есть украинская патриотическая правоцентрическая партия. Все будет Украина. Я узнавал. Слава Украине. Подписывайтесь на Пенса. Ставьте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок в перемогу України. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...